В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа в студии Екатерина Борисова. Здравствуйте! И в начале выпуска коротко об основных событиях. Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылся в здании школы поселка Володарского. Мы сюда приходим именно за развитием, с какими-то своими проектами, которые здесь уже мы сможем развить. Сотрудница Витненского перинатального центра Ольга Снавальникова получила сертификат на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Уже надоело по квартирам, по общежитиям, надо что-то свое. На проспекте Ленинского комсомола у дома 9, корпуса 1, появилась интересная благоустроенная зона. Мне очень нравится, напоминает японский сад, очень красивая подсветка. В рамках федерального проекта «Современная школа» на базе учебного заведения в поселке Володарского начал работу Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это уже второй подобный центр на территории Ленинского городского округа. Первый уже год работает в Бутовской школе номер 2. Чему обучают детей в «Точках роста» узнал наш корреспондент Максим Козлов. Центры «Точка роста» призваны выполнять функцию общественного пространства для развития компьютерной грамотности, шахматного образования, проектной деятельности, творческого и социального развития детей. Что такое «Точка роста»? Мы откроем вам секрет. Непременно «Точка роста» в будущее билет. Теперь такой билет в будущее имеют и ученики Володарской школы. Выступившая на открытии центра заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Квасникова сказала, что по-доброму завидует современным школьникам. Пусть это будет базой, базой каких-то творческих практик, базой открытий инноваций. Пусть складывается, пусть у вас все получится, ребята. А я искренне вам завидую, потому что вот в моем детстве у меня таких возможностей не было. На 110 квадратных метрах расположилось несколько помещений, оснащенных по последнему слову технике. И это не фигура речи. Квадрокоптеры, 3D-принтеры, шлемы и очки виртуальной реальности, компьютеры со специальными программами. Смотрите, мы получаем справочную информацию. Из этой программы можем выйти на наш школьный сайт в интернете, либо же воспользоваться программой и отправить электронное письмо. В текущем месяце в России открылось около 3000 точек роста. Из них 42 в Московской области. Несмотря на то, что официальное открытие центра произошло только сейчас, фактически он работает с начала учебного года и уже завоевал популярность у ребят. Сейчас у нас общество становится все более информационным и подобные вещи, они просто необходимы. Для наших школьников это будет чрезвычайно интересно и полезно, главное. Мы сюда приходим именно за развитием, с какими-то своими проектами, которые здесь уже мы сможем развить во что-то более интересное, важное и нужное для общества. Сейчас центр работает в рамках дополнительного образования. Здесь ребята могут придумывать и реализовывать проекты, которые призваны сделать удобнее и комфортнее жизнь и решить некоторые социальные проблемы. В данном случае будет существовать связь между практикой и теорией. Это невозможно сделать в условиях обычного класса, а вот виртуальная возможность, виртуальная реальность нам это позволяет. Всего в двух корпусах Владовской школы обучается порядка 1200 детей. Пока занятия в центре «Точка роста» посещают только около 120 человек, но постепенно охват будет расти. Естественно, что возможности центра активно используются и в образовательном процессе. У нас есть кабинет УБЖ, но оснащение его оставляет желать лучшего. Тут все есть. Тут есть манекены, тренажеры, тут есть оказание первой медицинской помощи. Если это тема урока, то учитель, тут же смотрите какая зона медиа, да, то есть он быстренько поставил каждому парту, вот эту вот, которая легкая-легкая, и он принес манекены, и он показал все, что им надо по уроку. Планируется, что в рамках национального проекта образования в течение двух лет на территории Ленинского городского округа будет открыто еще шесть точек роста в сельских школах. Максим Козлов, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. На прошлой неделе в правительстве Московской области состоялось торжественное вручение сертификатов на приобретение жилья по региональной программе «Социальная ипотека». Их удостоились работники здравоохранения. Одним из них стала видновчанка Ольга Сновальникова, специалист местного перинатального центра. Наш корреспондент Юлия Пагасьян встретилась с Ольгой и узнала, каким был ее путь к долгожданной собственной квартире. Ольга Сновальникова – рентген-лаборант. В видновском перинатальном центре работает уже 16 лет. Общий трудовой стаж почти четверть века. Говорит, работать с детьми не каждому дано, а для нее это призвание. Я шла сюда осознанно в медицину. Честно говоря, это не пафосные слова. Мне нравится. И с детишками очень нравится работать. У нас здесь, скажем, другая категория детишек, которые совершенно маленькие, незащищенные. Ну, какой подход. Любовь, ласка, честно. И они отвечают тем же в итоге. Своих детей у Ольги двое, и они уже достаточно взрослые. Всей семьей им приходится ютиться в общежитии. Понятно, что условия некомфортные. Наша героиня давно мечтала обзавестись собственной квартирой, но такой возможности до недавних пор не предоставлялось. По инициативе главного врача перинатального центра кандидатуру Ольге предложили для участия в региональной программе «Социальная ипотека», которая в Московской области успешно реализуется с 2016 года. Мы очень переживали за Олю, когда наступил ковид. Вроде все получалось, и вроде одобрили все. И мы очень переживали, что это может как-то уйти в связи с тем, что мы понимаем, что пандемия. Но когда все-таки все это получилось и одобрили, мы безмерно счастливы за Олю. Очень опытная и грамотная сестра. Именно так об Ольге отзываются коллеги. Помимо рентген-лаборанта, она работает в отделении реанимации новорожденных. Кроме того, что она является замечательным рентген-лаборантом и максимально быстро выполняет все снимки, которые необходимы нашим детям, она встает в помощь и на палату, и палатная работа ей знакома, и процедурной сестрой. Она владеет всеми манипуляциями, как палатная сестра, и как процедурная сестра. Она вообще бесценна у нас работник. Благодаря программе «Социальная ипотека» Ольга получила возможность купить собственное жилье. Сертификат на сумму 7 миллионов 400 тысяч рублей. Наша героиня уверена, этой суммы хватит, чтобы приобрести трехкомнатную квартиру. Уже надоело. По квартирам, по общежитиям, надо что-то свое. Надеюсь, что все получится в дальнейшем. Боюсь, что счастье любит тишину, но тем не менее. По программе «Социальная ипотека» Ольге необходимо будет платить только проценты банку. Остальную сумму за квартиру погасит регион. Определиться с жильем надо в течение трех месяцев. Поэтому в Новый год Ольга сможет отметить и новоселье. Юлия Погасянцев, Виларин, ВиднетВ. Каждый, кто хотя бы раз ходил от остановки «Три богатыря к пятой школе», знает, какой небезопасный это путь. Пешеходам мешают машины, но и автолюбители жалуются на идущих по проезжей части пешеходов. Замкнутый круг, а виной всему отсутствие тротуара. Сегодня в рубрике «Дежурный по району» наш корреспондент Юлия Погасян выехала на место, чтобы разобраться в ситуации. В социальных сетях города Видное появилась информация от местных жителей. Люди жалуются на отсутствие тротуара. Промежутки между 28 домом до выезда на улицу Советская. И действительно, тротуара здесь никогда не было, а поток людей значительно увеличился. Большая проблема. Просто кричит. То, что, конечно, тротуара, нет этой проблемы. Это должно быть, потому что здесь действительно проезжая такая часть. Домов много, машин стало больше. И, естественно, это создает проблемы и трудности. Я не с этого района здесь, но, наверное, не хватает. Да, проезжая часть. Вот только что хотела пройти вот этот участок. И пришлось вот так обходить. Круг делать. Да. Бывает такое, что когда мы проходим, машины ездят, мешают. Плотный жилой массив, а жителям приходится делить дорогу с автомобилями. Конечно, это создает опасность для пешеходов. Дети ездят на велосипедах. Такая опасность большая. Просто ужас. Обязательно нужен тротуар. Помимо всего прочего, люди жалуются на узкую проезжую часть. Говорят, в час пик здесь не разъехаться. Проезд затрудняют и припаркованные автомобили. Чуть-чуть расширили эту улицу, что мы хотели. Так стали ставить машины. Пройти все равно невозможно. Ставят на обочинах машины. Машины не всегда могут разъехаться. На дороге появляются тоже люди и дети. Невооруженным глазом видно, что пространство для расширения дороги и создания тротуара есть. Местные жители не теряют надежду, что их услышат. И здесь, наконец, произойдет долгожданная реконструкция. По району дежурили Юлия Погасян, Сергей Ларин. Видное ТВ. Жители города Видное уже могли заметить, что на проспекте Ленинского комсомола у дома номер 9, корпус 1, появилась благоустроенная зона со световой инсталляцией, которая включается в вечернее время. Подробнее о новом объекте расскажет наш корреспондент Дмитрий Хнига. Необычную благоустроенную зону с элементами ландшафтного дизайна и подсветкой в темное время суток у дома номер 9, корпус 1 по проспекту Ленинского комсомола обустроила управляющая компания «Радуга». Работы достаточно быстро эти производятся, по большому счету. Здесь самое главное – заранее подготовить некий дизайн того, чего мы хотим сделать. Ну и, соответственно, чтобы все материалы были необходимы. Саженцы, камни, геотекстиль используются. Раньше на этом месте был заросший кустами и крапивой участок земли. Прежде чем наводить красоту, необходимо было привести его в порядок. Сначала мы это все вырубили, всю крапиву. У нас здесь были маленькие насаждения, это вот елочки там кое-какие, вот кусты. Мы это все оставили. Вот, привели все в порядок, посмотрели и уже начали сами придумывать и доделывать. Такой пример благоустройства территории наглядно показывает, что получается, когда работники используют нестандартный подход к своему труду. Люди творчески подошли к этому моменту. И я уверен, что любой, кто, не обязательно только жители этих домов, но и все, кто проходит мимо, оборачиваются, смотрят. И я уверен, что они радуются и у них поднимается настроение. А это самое главное, что еще может быть. Мне очень нравится, напоминает японский сад. Очень красивая подсветка. Мы со стороны еще заметили очень красивое сочетание зеленого, фиолетового, красного цветов. Художественное оформление придомовой территории сделано в качестве подарка жителям ко дню города Видное. Питание ко всем осветительным приборам предоставил, соответственно, город. Мы сделали композицию, освещается она за счет города. Соответственно, симбиоз, красота. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Ярмарка у кинотеатра «Искра» пользуется большой популярностью у жителей и гостей города Видное. На ней можно приобрести продукцию как небольших фермерских хозяйств, так и крупных предприятий. На очередной ярмарке побывала и наша съемочная группа. Подробнее в сюжете Натальи Буслаевой. Городская ярмарка – это отличная возможность приобрести свежую качественную продукцию рядом с домом. Торговые ряды, расположенные у кинотеатра «Искра», принимают своих посетителей с 10 утра до 7 вечера. Осень – время сбора урожая. На очередную ярмарку более 75 предпринимателей и фермеров привезли большой ассортимент овощей, фруктов и ягод, выращенных за сезон. Я взяла 2 килограмма клюквы, 2 килограмма боярышника, все это перемыли, морозильник, остальное засушили. И очень хорошо и удобно, витамины на зиму. У Надежды Седуковой личное подсобное хозяйство в Чувашской республике. Вместе с мужем они сами выращивают овощи и фрукты, а также помогают реализовывать урожай соседей. Рустем – постоянный покупатель Надежды. Именно у нее он всегда находит необычные продукты. Это овсяный корень. В этой палатке все время разные штуки интересные продаются, ну, растительного происхождения. И очень вкусные. Хотите попробовать? На прилавке Виктории представлено 8 видов яблок на любой вкус. Фрукты привезены из Тамбовской области. Когда сезонное яблоко, оно самое натуральное, самое сочное, ароматное и очень полезное само собой. Также Виктория советует приобретать гранаты. Сейчас самый сезон. В его зернах содержится много витаминов и микроэлементов для укрепления иммунитета. Помимо продовольственной продукции, на ярмарке представлены и множество других товаров. Раиса Зинина пришла за украшениями из натуральных камней. Ну, я уже сюда не первый раз, я уже второй раз сюда. Вот, продавец. От нее просто так не уйдешь. Она быстро тебя нарядит и вперед. Очень много торговых точек с верхней одеждой. У Елены Калининой большой ассортимент шерстяных пальто с натуральным мехом. Размеры от 42 до 58. Ассортимент мы стараемся всегда выдержать. То есть у нас пальто и укороченное, и удлиненное, и зимнее, демисезонное, осеннее. Богатый выбор головных уборов. Меховые шапки, береты, шляпы. Куртки и дубленки из натуральной кожи для мужчин и женщин. Наталья Ушакова уже восьмой раз привозит свой товар в «Видное». Все рассчитано посезонно. То есть, если весна, осень, это у нас кожаные натуральные изделия. А зима и осень глубокая, это уже идут шубы, дымленочки. Представленные товары текстильной промышленности. Белорусский и Ивановский трикотаж. Большой выбор детской одежды. Ассортимент от нуля до шестнадцати. Как бы возрастная группа. У нас производство Польша, Турции, Беларусь. Стоит отметить, что покупателя привлекает и доступная цена, которая практически всегда ниже, чем в магазине. Ярмарка продлится до 4 октября включительно. Товары ждут своих покупателей. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Борисова. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин